Ну что, можем начинать, да, наше последнее занятие курса. Вы уже, наверное, все знакомы с Мариной Зеленой, но если Марина захочет, может еще немножко о себе рассказать и рассказать, что мы сегодня будем делать и слушать. Всем хорошего времяпрепровождения. Доброе утро еще раз. Если кто-то к нам присоединится позже, он сможет увидеть это в записи. Сегодня мы с вами разговариваем о мифах, суевериях, преданиях в спорте, наших предположениях о том, как это должно быть и обсуждаем. Соответственно, формат нашего мероприятия следующий. Если вы где-то что-то хотите сказать в какой-то момент нашей беседы, то в большинстве случаев вы прерываете меня и говорите, а вот в нашем селении вот так вот квасит капусту. Я принимаю это к сведению. И если нам есть о чем поговорить и нет готового ответа, я могу это записать и ответить когда-то еще дополнительно. Или сразу мы принимаем либо совместное решение, либо я отвечаю на звание своего жизненного опыта. Какой у меня личный опыт? У меня очень большой личный опыт, наверное, лет 16, сейчас мы немного более 40. Я занималась разнообразными фитнесами, прошла, начиная от модных колонетиков, шейпингов, какие-то очень увлекательные силовые композиции. Потом произошел тайский бокс, потом тренерская работа. И вот сейчас вот со всем этим опытом я к вам пришла. Помимо всего прочего, у меня есть еще вторая специальность. Я кинолог профессиональный. Я грумирую, я много лет стригу собак, совсем с детства, лет, наверное, с 12. И когда-то это была такая работа, когда ты приходишь в дом к человеку и 4, 6, 8 часов проживаешь в семье, подстригая собаку, так или иначе участвуя в жизни других людей, обмениваясь опытом. Поэтому этот опыт тоже очень важен для меня. Я видела ведущих массажистов Минска в действии. Тоже могу вам много чего рассказать о том, как люди принимают гомеопатию или делают массаж пустыми бутылками. Тоже было, кстати, модное веяние. Итак, давайте сегодня начнем. Я опросила в течение месяца, я опрашивала всех своих знакомых и друзей в категории 50+. Вот с чем они сталкивались, ну что у них немножечко вызывает сомнения. Это помогает, не помогает? Спорт это или не спорт? И на основании вот этой фокус-группы, это было, наверное, человек 50-60, я составила список каких-то мифов и суеверий. Начнем. Ну, самое, наверное, первое. Если много двигаться и заниматься спортом, то похудеешь. Все, наверное, слышали о такой методике. Аналогично этому могу сказать, что лошадь председателя колхоза работала по 18 часов, но так и не стала председателем колхоза. И надо об этом помнить. У нас существует понятие кондиции. Что это значит? Это значит, что приблизительно вот в этом состоянии физическом человек может совершать обычные физические укрепляющие упражнения, и он не нанесет себе вреда. Вот это вот понятие кондиции, оно для всех разное. Вот мы на одном из занятий ввели такое понятие, как у нас есть эндоморфы, это гиперстеники. Вот видите, это такая структура тела, это крепкое, это мощные руки, ноги, кости, индекс костистости. Вот это крупные такие крепкие люди. У нас есть нормастеник, это абсолютно обычный человек по сравнению с крепким богатырем. И есть у нас остейник. Остейники – это те, кто очень любят кофе выпить, которые могут в обморок упасть. Они вот такие тоненькие, изящные. Но это вот такой тип телосложения. Все это разные люди. И какое будет понятие кондиции для всех таких вот людей без исключения? Приблизительно при глубоком вдохе у вас видны ребра. Вот вы глубоко вдохнули, посмотрели на себя передеркалом. Если ребра видны, то вы приблизительно в средней своей кондиции. А дальше вы уже сами смотрите, насколько одни видны, где не очень что-то видно. И уже определяете, в каком состоянии вы хотите быть. Так вот, если вы набираете по каким-то причинам лишний вес для вашего тела лишний, сидите дома много, вот как я, допустим, сейчас в декрете набрала, пока я сижу с малюпасом, и у меня меньше какой-то физической активности. Или возрастные изменения, наступление климакса. То есть этот период, когда тело перестроится. Или гормональные изменения. Ну, неважно. Какая-то причина обязательно есть. Если вы с большой массой тела резко начинаете интенсивно двигаться, вы можете повредить свой точный механизм. Потому что ваше тело, оно не рассчитано на то, что 120 килограмм, допустим, при росте метров 70, будет бегать кроссы каждый день. Поэтому, когда происходит процесс набора веса по какой-то причине, решение всегда комплексное. Вы не можете постоянно заниматься спортом и резко похудеть. Так не получится. Скорее всего, будет какой-то износ суставов и дополнительные сложности. И так или иначе, мы каждые несколько лет сталкиваемся с мифами. Допустим, вот ты начнешь бегать и похудеешь. Или ты начнешь заниматься пилатесом и похудеешь. Или ты начнешь заниматься скандинавской ходьбой и похудеешь. Это просто мода. Мода приходит на те или иные виды спорта. Вы всегда должны помнить, что ваше тело – это тонкий часовой механизм. И если кондиция слегка превышена, если веса немножко больше по каким-то причинам, сначала вы стараетесь нормализовать вес, а потом уже используете свой механизм для обычной привычной физической нагрузки. То есть без дополнительных усилий, только занимаясь спортом, когда кондиция превышена и превышена значительно, заниматься спортом опасно. В основном для суставов, порнодвигательный аппарат, ну и сердце, конечно. Поэтому стараемся совмещать. Это обязательно будет поиск дополнительных позитивных впечатлений, чтобы не заедать, а иметь какие-то удовольствия вне пищевой цепочки. Вот еда, еда. Выпил, выпил, поел. Обязательно диета, причем не диета, которая на много-много недель раскрылась, вы резко-резко на ней посидели, потом вы с нее сошли, вы можете опять снова набрать об этом, поговорим позже. Обязательно должно быть изменение образа жизни, обязательно должен быть поиск дополнительных удовольствий и, конечно же, осознанность. То есть вы свое тело любите, придумываете ему какие-то физические упражнения, в том числе бассейн. В этом случае бассейн – это вообще подарок судьбы. Это место, где ваше тело может себе позволить двигаться с дополнительным облегчением за счет того, что оно находится в воде. И реабилитологи об этом знают, и врачи ЛФК об этом знают. Поэтому если у вас есть возможность возвратиться в ту среду, откуда мы все вышли – это бассейн, это вода. Посещать какие-то занятия, связанные с водой, если вам позволяет здоровье, кожный покров и финансовая возможность присутствовать. Обязательно используйте водные процедуры как способ привести себя в тонус. Они очень удобны. Во всех остальных случаях обязательно нужно подходить комплексно. Есть кому что сказать по этому поводу? Может быть, есть какой-то свой личный опыт? Работы с большим весом? Нет, давайте тогда продолжим. Иногда я мониторила соцсети. Такие запросы посылала. Похудеть быстро, похудеть после 50, похудеть после 60. Даже не чуралась какими-то такими выражениями типа «быстро похудеть в 75». То есть я вот экспериментировала, что сейчас у нас есть, что может получить человек, который озаботился тем, что он хочет быть в физической форме, и как он это может решить быстро. Конечно же, тут же выскакивают волшебные баночки. Хочу сказать, что интернет очень сильно очистился. Люди стали осторожнее в своих высказываниях. И вот этих вещей, которые вы услышите, когда к вам приходит лично человек с баночками, там почти нет, потому что это написанное слово, и могут за него ухватить и сказать там «а, тетяй». Но вот эти патентованные лекарства все равно продаются. Очень часто в составе таких лекарств, где вы можете быстро похудеть, находится микроцеллюлоза. Называется она МКЦ. Это, ну грубо говоря, это хлопок, хлопковое волокно. Вы кушаете эти таблетки, и когда человек становится на путь оздоровления, когда он работает над своим весом, очень часто вот этот повышенный аппетит, просто не знаю, что с ним делать. И вот ноги идут по пути приема таблеток. Вы должны понимать, что это просто уменьшение чувства голода за счет заполнения желудка. Кому-то это помогает, кому-то это не помогает, но всегда надо быть с этим осторожным, потому что, во-первых, вы не знаете, в каком состоянии ваш желудок, какая у вас кислотность. Не все мы регулярно глотаем зонт. Поэтому вот это вот ложное ощущение сытости, оно может повлечь за собой то, что вы станете меньше кушать, и меньше кушать не всегда полезной еды, или там вот вы вредную еду будете продолжать кушать за счет того, что вам захочется повысить калорийность. И таким образом вы перестанете сидеть на диете и будете и таблетки кушать, и вроде как кушать еду, но при этом вес ваш останется на одном месте. Поэтому вот все эти МКЦ, да, из хлопка, пожалуйста, только с диетологом. Если, ну, бывает так, что человеку надо сбросить вес. Обычно всегда, если вы приходите на жалобы спины, на жалобы тазобедренных суставов, ну, доктор, если честен, с вами он говорит, вот попробуйте нормализовать вес, потому что ваш вес давит на ваши суставы, вам будет легче, да. И вот в этих случаях вы можете прийти к диетологу и спросить, как я могу быстро нормализовать свой вес. Иногда вам могут предлагать такой вариант, там, докармливать себя по вечерам таблетками из МКЦ. Но это будет какая-то дозировка, которую вам пропишет доктор. А то, что я вот увидела в интернете, это в основном одна таблетка, а надо обычно не менее 10, для того, чтобы результат был такой стабильный. Поэтому, если есть у вас такая возможность и понимание, что это не действует, старайтесь не покупать без консультации с вашим диетологом, который имеет медицинское образование. А диеты худеют? Да, но как надолго. Что это значит? Когда вы смотрите в интернете, вот одноклассники очень этим грешат, там супердиета, сжигаем жир за 5 дней, сжигаем за 10 дней, и там такие гифки, где что-то куда-то переливается, выливается, и обязательно красивая женщина, там 20 или 18 лет, которая вся такая идеальная. Помните, что диета всегда опасность, что вы посидите на диете, но когда вы прекратите сидеть на диете, ваш организм может откатить обратно этот вес и на всякий случай прихватить еще лишние килограммы, потому что диета – это просто очень быстрое средство в случае очень чего-то важного. Вот вам надо на операцию лечь, вы сидите на диете, это вынужденная мера, это не каждый день. Просто изучайте то, что вы кушаете, изучайте принципы здорового питания, что такое белки, что такое жиры, что такое углеводы, что такое витамины, что такое минералы, и когда вы уже приблизительно понимаете, что это такое, вы применяете это к своему рациону, и вы можете легко его немножечко корректировать, убирая продукты или меняя их на вкусные для вас и очень полезные. И что немаловажно, если организм от вашей диеты перепугается, он может выделить вам гормон стресса, кортизол, о нем мы тоже поговорим ниже, а это такой очень хитрый гормон, который включит все-все-все системы и скажет, ну все, что-то началось страшное, меня не кормят, надо все жирненькое, аккуратненько вокруг себя собрать и никому не отдавать. То есть ваш организм иногда вас может перехитрить. Поэтому никаких стрессов для своего организма мы не делаем. И диета – это просто изменение образа жизни. Это просто время, которое наступает и больше никогда не заканчивается. Просто в какой-то момент приходите к мысли, что вы не едите белые булки каждый день, а едите их, допустим, сначала только на семейные праздники. Ну, потому что не можете удержаться. Потом вы приходите к мысли, что белые булки вам не очень полезны, а не освоит ли мне рецепт белой булки вот такой вот, диетический для меня, который я буду печь, для того, чтобы себя побаловать любимой. В общем, договаривайтесь с какими-то удобными для вас способами. Что у нас еще есть? Заставить себя похудеть. Вот это я отдельно выделила. Напоминаю, что хронический стресс, он не полезен. И если вы живете вот в этом мире, что я какая-то такая несоответствующая своим ожиданиям или я какой-то такой, и сейчас я выгляжу не так, как хотел бы, вы создаете себе предпосылки для хронического стресса. Пожалуйста, любите себя, уважайте, потому что на любви можно сделать больше, чем на стрессе. Стресс – это хорошо на короткие дистанции. Я испугался тигра и побежал. Быстро залез на дерево, никогда не умел лазать. Если разговор идет о длительном периоде, мы хотим прожить еще длительное время, старайтесь не использовать стресс как способ похудения. Вы все слышали, ой, как она хорошо выглядит, она развилась там с мужем, у нее стресс, она похудела. Или там, вот у нее там стресс, и она похудела. Это плохо, потому что человек может выглядеть хорошо, но на самом деле мы просто видим фрагмент. Не используйте искусственно созданные стрессы для себя, чтобы худеть. Старайтесь, чтобы этот процесс проходил под контролем и осознанным становился в вашей жизни. Если вы хотите иметь здоровое тело, если вы хотите, чтобы ваше тело вас радовало, создавайте ему такие радости. Но просто они пустые будут, не только пищевые. режим дня есть такая особенность. Вот вы знаете, что очень часто люди, когда у них наступает предпенсионный период или они уходят на пенсию, они ищут себе такие работы, допустим, день через три, устроятся сторожем, устроятся вахтером, и меняется ритм жизни. Я хочу тоже обратить ваше внимание, что когда вы изменяете ритм жизни и не спите по ночам или спите недостаточно количества, это тоже важно. Вот вроде бы режим дня. Люди, которые спят меньше, имеют определенный вид ожирения, кортизоловый, у них растет живот, у них нарастает жир на спине, потому что организм не совсем понимает, что происходит. В нашем организме есть такие ритмы, называются они циркадные. Нам какие-то определенные гормоны определяют, в определенное время выделяются, вот строго в определенные часы. И когда вы ночью бодруствуете, для вашего тела это не полезно. Вы должны это знать и понимать. Поэтому, если вы видите, что что-то не то, вот у меня есть работа такая-то ночная, или я взяла подработку, или я там заменяю, вы должны понимать, что это зависит. Поэтому, если происходит набор лишнего веса, обязательно пересматривайте свой образ жизни. дальше, что еще здесь хочу вам сказать. Если бегать, то можно похудеть. Слышали все такую методику, да, все на западе бегают, видели там, все бегают каждое утро или в обед, видели в фильмах, да, все побежали. И да, и нет. Может быть, кто-то мне скажет, почему нет. Может, есть у вас какие-то версии, почему бегая похудеть сложно. Ольга, Татьяна, Ольга, Яруцкая. Что, есть какие-то предположения, можете высказать? У меня есть такое предположение по личному опыту, если очень сильно где-то потренируешься, возвращаешься домой, принимаешь душ и очень хочется потому что потратил и борьба на этом фронте, она не приносит счастья. И в том и в другом случае. И когда поешь, и когда не поешь. Да, Ольга, ваша осознанность делает вам просто вот очередной комплимент хочется сказать, что вы очень осознанный человек. Совершенно верно. Когда человек бегает, если допустить то, о чем мы говорили на первом занятии, бегать это стереотип, да, то есть хочешь начать худеть, начни бегать. И вот представляете, что человек на протяжении 50 лет занимался каким-то трудом, не задумывался о своем теле, и тут он спрашивает у своего там внука или сына или дочки, ну что, как мне походят, ну как бегай, вот все же бегают, вы видите фильмы, где есть подтверждение о том, что люди бегают и худеют. Скорее всего для вашего организма это будет поэтому бег это такая дисциплина, к которой надо подходить очень мягко. Сначала вы начинаете заниматься ходьбой, ну просто были случаи людей, которые начинали заниматься бегом, марафонцев и потом происходили какие-то проблемы со здоровьем, неожиданные для них, но вполне закономерные. Если вы занимаетесь такой дисциплиной как бег, сначала вы учитесь ходить, потом вы учитесь дышать, потом вы организуете для себя удобную одежду для бега, это тоже удобная одежда, скорее всего вы вспотеете, потом вы можете остыть, у вас определенное время, пока вы можете только бегать и даже пять минут бега, это такое большое физическое усилие. Вы начинаете задумываться как бегать, бегать можно по пересеченной местности, кто-то любит в горы карабкаться, кто-то любит по лесной тропинке, кто-то любит допустим бегать просто плеер в ушах, как я люблю бегать, я бегать не люблю, потому что я не умела бегать, потом я переработала свое отношение к бегам и сейчас для меня бег это релакс, это вкусняшки и кайфы. Для бега очень важна хорошая обувь, иначе если вы начнете бегать в таком ритме, в котором предлагают без подготовки, то у вас полетят колени очень быстро, потому что бег это обязательно мягкая поверхность, это либо тропинка, земля, вот какое-то такое пространство и асфальт, который в избытке у нас, даже на беговых дорожках, это не полезно для здоровительного бега, об этом надо знать, мы не задумываемся. И очень важна хорошая обувь, вот хорошей обувью я имею в виду недорогую обувь, которую рекламируют допустим ведущие кенийские бегуны, это обувь просто со специальной нарезкой, и если вы занимаетесь спортом на улице или в зале, в основном это кроссовки без супинатора, но там будет вот такая круговая нарезка, вы просто когда берете на подошел, вы видите там такой кружочек на месте стопы, чтобы легче было крутиться, вращаться, а беговые кроссовки, они всегда у них идет нарезка в форме елочки, чтобы вы наступили и толкнулись, они вам помогают, сейчас очень много каких-то альтернативных беговых кроссовок, но все они будут именно иметь определенную форму нарезки, она вам помогает, очень важно где вы занимаетесь оздоровительной ходьбой или бегом, если вы делаете это в центре города, это не полезно, сейчас уже произведены исследования, это не принесет вам пользу, только вред, выхлопные газы, это важно, поэтому бегать или ходить нужно в таком месте, где вы хотите дышать, может быть, кто-то хочет что-то сказать по по поводу своего опыта бега или ходьбы. Мой сосед, ему уже 60 лет, но он бегает может быть лет 40 по стадиону школьному, на школьном стадионе, там вдали немножечко от транспорта, но все-таки это город. он нашел, Татьяна, для себя удобное место, возможно, это бег медитация, потому что бег по кругу это всегда уход в себя, и он просто дышит, он свое тело продувает, это, возможно, бег медитация, но опять же повторюсь, вот теперь, когда я вам об этом рассказала, вы уже не сможете бегать иначе, потому что это все логично, хорошая обувь, бег в парке, бег по мягкой земле, это понятно, ходьба, бег, лыжи, лыжи, там не зависит, какая, там нужен только снег, но все равно, помните об этом, потому что если вы используете ваши легкие для дыхания, там где повышенная загазованность, это не приносит вам пользы, и об этом говорят именно на основании опыта, потому что иногда люди вынуждены бегать в городе в час пик, допустим, да, вот только обеденный перерыв, это способ заняться спортом, и это не полезно, еще хочу обратить ваше внимание на то, разминаетесь ли вы перед бегом, это тоже нужно делать, об этом не знают новички, и хорошо, если кому-то повезло попасть в школу бега, допустим, вот в Минске есть такая школа, они бегают вместе, у них есть предварительная разминка, потом заминка, сначала вы делаете комплекс, который по своей структуре напоминает все гимнастики утренние, которые вы когда-либо делаете, вы просто регонечко разминаете свое дело, вот у меня есть Владислав, вы вращаете свои суставы перед тем, как начать бегать, понимаете, перед тем, вы не выходите из подъезда там и побежал, нет, сначала вы разминаете голову, плечи, спинку, ножки вот обязательно делаете, ну вот такие движения, как будто вы тушите бычок одной ногой, второй ногой, понимаете, что вам тепло должно быть в этот момент, не должно быть холодно, вы всегда одеваетесь в два вида одежды, первая одежда это то, что, в чем вы начинаете тренировку, и вторая одежда это то, что под этим, потому что если вам станет жарко, вы сняли эту кофту, вот вы видели, когда люди бегают, у них на бедрах повязана кофта, или маленький рюкзачок за спиной, там обычно находится водичка и там же находится дополнительная одежда, которую не сняли, потому что разогрелись, ну, будете ли вы там заниматься моржеванием во время бега, оголяться, это уже ваше личное дело, это уже следующий уровень осознанности, да, ну вот если вы начинаете бегать или ходить, да, то вот берите два вида одежды, делайте предварительно разминку и только потом начинайте идти. Ошибкой будет растяжка после вот этой гимнастики, да, вот как делают многие люди, сначала вы начинаете идти, потом вы ускоряетесь, начинаете бежать, разгоняете свое тело медленно, и только потом, пробежав 10-15 минут, вот многие люди запыхиваются, в этот момент вы можете остановиться, мы же говорим про удовольствие, и сделать комплекс растяжки, какие-то приятные действия, при которых вы совершаете наклон и тянете свои мышцы на круг тела, да, таких тоже комплексов очень много и в интернете и везде, называется это стрейчинг, вот вы делаете стрейчинг, когда вы устали, и теплое, растянутое, размятое тело сейчас готово к максимальной нагрузке, вы совершаете уже там то, что вам нравится, либо, если это короткая прогулка, вы такой же рысью возвращаетесь назад, ошибкой будет вбежать разгоряченным в подъезд, ваше тело, оно должно медленно разгоняться, да, и медленно остывать, поэтому, если вы начинаете физическую нагрузку с ходьбы и каких-то дыхательных упражнений, да, вы и заканчиваете, все должно иметь плавный конец, плавное начало, да, это волны, волны физической активности, мы не вбегаем с красным лицом в подъезд, мы уже за 100 метров до подъезда или до кольца вашего дома переходим на шаг, да, вот есть еще такой миф про воду, про него хочется сказать отдельно, я вот хорошо, что вспомнила, ну, вы же видите тоже, когда реклама фитнес-центра, девушка что-то делает, там, пьет воду, или бегун бежит, бежит, пьет воду, остановился, там, может, даже что-то поливает на себя, да, так он разгорячился, если у вас пересохло в горле, вот вы чувствуете, что язык стал, как вообще, не знаю, что там, да, что-то сухое, как полотенце во рту, да, вы делаете маленький глоточек, во всех остальных случаях, вам не надо выпивать литр воды за пробег, ну, если, конечно, вы не марафонец, который осуществляет свой марафон под жарким солнцем, потому что, когда вы пьете холодную воду, вы останавливаетесь, вы меняете ритм в своей тренировке, да, вы пьете воду, она холодная, она остужает ваш организм, и потом вам снова надо начинать активный бег, так не получится, чтобы во время бега вы там уловка взяли бутылку, выпили и побежали дальше, все равно вы прерветесь, и вот эти перерывы, они не нужны во время занятий спортом, если у вас нет ощущения безслуженности, это просто, ну, как некий миф, да, то есть это стереотип, который используется при продаже питьевой воды, при рекламе фитнес-центров, это признак того, что человек устал, да, и это показывается в фильмах, когда они бегают, ну, как показать, что человек устал, он мокрый, он пробежал, он попьет воды, мы же в наших, там, не знаю, 20-30-50-минутных часовых, полуторачасовых прогулках пьем воду только по мере необходимости, и питье воды это остановка вашего процесса, надо об этом знать, это миф, что там надо постоянно пить воду, ну, это миф очень выгодный производителям воды, да, поэтому его поддерживают, но вы, у каждого из вас свой питьевой режим, есть люди, которые пьют, там, я не знаю, ну, полтора литра в день, ну, пол-литра в день, да, но они там супом добирают, чаем, кофе, они едят фрукты, которые тоже с водой, да, и вообще количество жидкости будет приблизительно такое какое-то, а есть люди, которые пьют много воды, они едят соленую еду и так далее, поэтому вы сами для себя решайте, какой у вас питьевой режим, к тому же, когда вы пьете много воды и во время занятий спортом, общее количество жидкости, которое перекачивает сердце, увеличивается, если разговор идет о силовых упражнениях, где нет такого кардиоритма, это одна система, если у вас интенсивное движение, вы просто доливаете воды, сердце работает все больше и больше, если вы пьете вот этот литр условной воды во время кросса, который вам может и не нужен, это может быть вам не полезно, это будет перегружать ваше сердце, так что с водой, надеюсь, вы узнали что-то новое. Итак, резюмируем по поводу бега. Сначала начинаем с ходьбы, потом сначала разминка, потом ходьба, потом бег, можно провести стрейчинг в начале или в середине вот этого активного, когда вы устали, и потом мы также медленно заканчиваем этот бег, используем хорошую удобную обувь, она недорогая, она удобная, подошва гнется, если есть возможность купить кроссовки, это кроссовки для бега, стараемся бегать по-мягкому, и соответственно дышим кислородом, а не выхлопными газами. Вот следующий миф, когда говоришь человеку, давай-ка ты займись какой-то специфической, физической нагрузкой, и часто люди отвечают, нет, начнется дача, я там похудею, слышали, да? Не похудеете. Миф, да? Почему? Дача в большинстве случаев это мононагрузка. Если использовать дачу как физическую активность, то она должна иметь цикличность, где вы размяли свое тело, сделали гимнастику, начали с каких-то мелких упражнений, где вы просто погрели свое тело, допустим, там, походили по участку, понаклонялись, постригли невысоко кусты, да, потом только после того, как вы размялись, помахали руками, ногами, подышали, вы потянулись, допустим, дополнительно, и только тогда вы берете ведро воды и идете поливать огурцы. У нас же обычно все происходит наоборот. Сначала ведро воды, потом прополка, а потом мне, значит, два дня надо лежать, потому что болит спина. Потому что дача – это работа, да, но вы можете сами структурировать, как вы будете работать на даче. Должны понимать, что для нашего тела всегда представляют опасность мононагрузки. И ваша задача – работать по таймеру, допустим. Это значит, что если вы полите огород, вы не полите его больше 30 минут, потому что, скорее всего, у вас устанет спина, она забьется, значит, вы должны пойти воду поносить, потом вы должны 30 минут кусты постричь, потом пойти полежать в теньке попить кофе, чай, потом еще что-то делать. Если вам сложно удержаться от активной физической нагрузки, вы должны понимать, что она должна иметь какую-то цикличность. Ну и обязательно, если вы как-то себя чувствуете не очень хорошо, не полем ничего, что хотите прополоть. немаловажное значение имеет поза. Если вы любите вот все эти работы на открытом воздухе, экипируемся обязательно коврик под ноги. Это очень важно, это снимает нагрузку. Одеваем перчатки, чтобы, если уменьшить нагрузку на спину, чтобы вы могли опереться одной рукой на мягкую землю. То есть анализируем, что с вами происходит, потому что вот эти вот люмбага, которые происходят во время интенсивной прополки, они очень любят обсуждаться с врачами, которые приезжают колоть вам дикофенак и что-то, чтобы вас разогнуть. Помните, что тело это инструмент, и надо работать по своим законам. Дальше. Неопреновые пояса. Что такое неопреновые пояса? Это шорты, майки, трусы для похудения. Не слышали? Никто не слышал. Вот Ольга кивает головой. Ольга слышала. Я тут вот в наш демонстрационный зал взяла один неопреновый пояс. Я регулярно пользуюсь. Это вот такой вот пояс на липучке. Это пояс ноунейм. Он китайский, недорогой, но он именно такого размера и такой формы, как вот я люблю. Он двухсторонний. Здесь у нас обычно какая-то тканька, а внутри такая вот резиночка. Что он делает? Он создает эффект парника. Если вы разогрели свои мышцы, свой опорный аппарат, опорно-двигательный, то он просто дольше в этом поясе теплый. Если у меня болит спина, я использую этот пояс для того, чтобы оно было всегда в тепле. Если я хочу активно двигаться, но это будет на улице, где я могу остыть, я тоже одеваю такой пояс. Вот это лично мое использование. Я использовала все виды неопреновых чудес, кроме, наверное, гидрокостюма. И хочу вам отметить, что да, он позволяет длительно сохранить тепло. Он не укрепляет, он фиксирует, допустим, определенные группы мышц, если это спина, когда спина болит. Это очень удобная вещь для того, чтобы выйти на восстановительный период. Но это плохой метод похудеть. Потому что в большинстве случаев вы просто теряете большое количество воды, которую вы потом быстро восполните. И для меня это просто маркетинговая уловка. В спорте такие вещи применяются. в лечении воспалительных процессов, вот каких-то хронических, они тоже применяются, чтобы обездвижить спину или создать теплую обстановку. Но как средство похудеть, оно, знаете, такое. Плюс еще обязательно надо понимать, что может подскочить пульс, потому что обезвоживание. Я просто знала людей, которые напяли гидрокостюм из неопрена, тоже продавались и потом получали тепловые удары. Поэтому будьте внимательны к себе, если вы используете такие вещи. Также в моде у нас есть такой миф, что можно обернуться, вот знаете, это тоненькая пленочка, в которую оборачиваю. Только я вижу, знает, она кивает головой, там прошла путь, наверное, как и я большой, да? Ну, я сама не оборачивалась пленкой, лавашик. Один мой знакомый тренер называл это лавашик сделаем. Да, значит, согревающая мазь, это такой способ иногда в массаже используется, чтобы усилить прогрев согревающуюся, вот я на нашей модели покажу, да? Допустим, вас натирают какой-то согревающей мазью, допустим, в которой содержится экстракт красного перца, чтобы вы похудели, да? Он усиливает кровообращение и этой пленочкой вас могут запаковать. Ну, помимо того, что у некоторых людей кожа может быть тонкая, можете получить ожог от длительного контакта, потому что мазь не испаряется согревающей, это опасно. Она лучше впитывается и вот надо всегда понимать, какое количество мази не является опасным, об этом пишут в мазях, и вот здесь меняется просто впитываемость, поэтому если вы лавашик делаете из такой мази, вы должны понимать, что может впитаться больше, чем вы планировали, а так как составимые мази часто имеют свои противопоказания, вы можете отравиться, у вас могут появиться побочные эффекты от отравления, допустим, этим экстрактом перца, или каким-то дополнительным препаратом, который улучшает кровообращение, какие-то летучие вещества, которые не могут вылететь из-за того, что вы одели неопреновый пояс, с ним тоже часто натираются мазями, или сделали себе этот лавашик, поэтому все же лучше погулять на свежем воздухе и не съесть дополнительный кружочек колбасы, чем подвергать себя вот этим испытанием, но если вы хотите, вы можете попробовать, но то есть если вам предлагает массажист, под контролем массажиста, вот он хочет финализировать свою работу, обернуть вас жиросжигающим, натереть свет, сам и обернуть, можете попробовать, но помните, что количество больше одной ладони может вас уже отравить определенных веществ, тем более с возрастом кожи немного тоньше становится, уменьшается впитываемость, поэтому делайте поправку, так сказать, на ветер. Может я, да, вот Ольга хочет сказать. Лет 6 назад похудела за год как-то, ну, без всяких усилий, скажем. И ходила на массаж, потом пошла на массаж, массажистка у нас тут есть такая неплохая, она делает ну, на все тело, ну, короче, этой пленкой тоже, ну, тебе вроде бы не надо, я тоже думаю, не надо, но животик всегда остается, думаю, ну, поделай, мне пригодится. Но я делала мало 5, 5 эти самых, 5 раз всего, как-то там через день, она меня оборачивала всю, конечно, больной, но абсолютно никакого эффекта, абсолютно нет. Просто он входил в состав массажа, если бы отдельно платила, так я могу быть отказалась. Так он входил в состав массажа, я уже что думала, ну, может, животик, может, еще похудеть. Никакого эффекта даже не стоит. Ну, многие все равно смажутся и все стараются похудеть, но самое лучшее, движение и не съесть лишних кусочек обосыкалок. Да, Ольга, и стоит учитывать, что вот разнообразные процедуры, СПА-процедуры, если они преследуют эффект, ты сейчас намажешься и похудеешь, то весьма часто они так не работают. Но они могут доставить вам удовольствие, они могут вас расслабить, они могут иметь чисто терапевтический аспект, согревающая мазь может прогреть глубокие свои мышцы, допустим, расслабить вам спину, да, поэтому там иногда именно такой вот эффект, ну, вот, на расслабление, на получение удовольствия. И все вместе, про массаж у меня тоже будет отдельная, отдельная вот глава, так сказать, да, и все вместе оно дает эффект именно сбрасывания веса, потому что вы заботитесь о своем теле, то же самое как грязевые ванны, да, минеральные, ведь часть же впитывается, кожа у нас, она же не только отдает, она может и получать, поэтому есть разные эффекты, их надо изучать, существуют принципы исследования эффектов, когда исследования признаются, когда не признаются, и здесь тоже надо разбираться, но если вот у вас есть внутреннее ощущение, что такая процедура вам приносит удовольствие, занимайтесь этим, это радость и удовольствие от понимания, что вот мое тело прогрелось, ну и конечно же кому-то нравится, когда его погреют, кому-то нужны тонизирующие маски с кофе, допустим, да, на тело, когда там мурашки и кожа-то оп, и подтянулась от кофеина, да, который содержится в маске, для кого-то это успокоение, кому-то надо, ну как-то питание, поэтому это все из области доставьте себе удовольствие. Так, итак, у меня племовые пояса, в общем, как вода уходит, так она и приходит, исключение составляют спортсмены, которые используют этот способ быстро, интенсивно сбросить вес, но опять же повторюсь, что часто это, ну это бег на короткие дистанции, да, при длительном употреблении немножко другие вещества, немного другой ритм, поэтому можно использовать это как возможность получить удовольствие. И еще хочу отметить, что когда вы вот таким образом вот эти трусы, ну не трусы, там знаете, вот шорты из неопрена есть, леггинсы из неопрена, есть прям костюмы неопреновые, надо понимать, что вы теряете вместе с водой много минеральных веществ, и допустим, если в жаркой стране это происходит, то потом надо возобновлять электролитный баланс, потому что процессы нашего организма, они идут при определенной степени солености, определенных веществ, и если вы очень-очень сильно, там много воды выгнали, знаете, я вот просто узнала людей, которые в возрасте пятидесяти, там пяти лет ходили в баню в неопреновых шортах, так им хотелось влезть в юбку, и это может закончиться обмороком, потому что очень сильное обезвоживание, поэтому здесь надо вот выдерживать, но это, наверное, про принятие своего тела, тело меняется, и каждый год оно у нас новое, разное, и в этом радость, иногда и печаль, дальше, пищевые, пищевые такие заманушки, ягоды Годжи, ягоды Чия, слышали о таком, да, Годжи, Чия, каждые три-пять лет новая фишка, да, что-то берем, раскручиваем, продаем, вот такие модные штуки очень зависят от модного курорта, если весь мир начинает, вот всплеск, допустим, к Азии, да, породил там вот эти вот ягоды Чия, да, ягоды Годжи, по-моему, они ближе вот к Египту, вот оттуда, сначала были Годжи, потом Чия, надо понимать, что везде есть такие, такие вот вкусные вещи, которые еще немножечко и полезны, но если не попадаться на модные уловки, вы просто ищите это у нас в нашем климате, вот где вы живете, да, где родился, там нашел то, что пригодится, вот многие люди по прошествии определенного количества времени, они именно получают вот этот богатый жизненный опыт и приходят потом с термосом на мероприятие, в баню, они с термосом после физической активности, значит, финализируют эту нагрузку, это очень правильно, потому что у нас вокруг полно питательных веществ и длительно их использовали, существует много исследований, что это помогает и полезно, поэтому вот эта кладовая природа и что касается и финансовой составляющей, потому что если вы используете новомодное что-то, это очень часто дорогое, потому что продукт надо упаковать, разрекламировать, а создать целую сеть дистрибьюторов, которые будут продавать вам это, что с рябиной сделать, если она там на заготовке рубль-килограмм, ничего не сделаешь, это же рябина, но если вы нашу рябину привезете допустим в Таиланд, отрекламируете, пройдете по всем косметологическим больницам и скажете смотрите это белорусское ноу-хау рябина, красиво упакуете, мы будем использовать состав рябины, вот ее вяжущие средства, витамин С, и тем, кому не хватает этого, предлагать как способ увеличить тонус организма и восполнить нехватку элементов и веществ каких-то витамин, поэтому смотрите трезво на жизнь, очень трезво, лечебные чаи, шиповника, бузины, рябины заменят вам привычные чаи из чая или из чего бы то ни было, вот этот незаконно, незаслуженно забытый ван-чай, слышали про ферментацию ван-чая, что делали целые плантации выращивали, это тоже очень вкусная вещь, но это вопрос рекламы, поэтому ищите свои способы удивить может быть даже своих друзей и знакомых, какие у вас есть волшебные ингредиенты в чая и наслаждайтесь, оздоравливайтесь, кладовая она практически неисчерпаема, пользуйтесь этим. Худеем от массажа, вот по Ольгиным стопам, это тоже отдельная тема, массаж это целая индустрия моды, я вот последнее время довольно тонко реагирую на рекламу, потолстела, похудей, ну а если такая структура тела, а если человек допустим щитовидка у него работает как-то не так или что-то еще, или коксартроз приковал койке, или ломкость сосудов не позволяет активно заниматься спортом, существует много причин, почему вы не можете в данный момент использовать активную физическую нагрузку, и тогда к вам всем приходит массаж, массаж это не совсем про погладить, массаж это про искусственную работу мышц, мы создаем предпосылки, увеличиваем кровообращение, своими действиями подгоняем питательные вещества в нужное место, очень часто это связано и с окислением, соответственно очень часто прорабатываются глубокие слои кожи, подкожный жир сгорает, в том числе от того, что мышцы там рядом работают, поэтому используйте массаж, если у вас есть такая возможность, сеансы самомассажа, это просто кладезь сейчас, вот в наш век интернета количество информации просто зашкаливает, поэтому читайте, смотрите, анализируйте, есть что посмотреть, есть чему научиться, массаж это про любовь к себе, можно сколько угодно жаловаться на уставшие ноги, взяли крем, сделали самомассаж, мы не привыкли заботиться о себе, вот это то, что нам мешает, можно делать массаж близкому, потому что массаж это еще и про удовольствие, это про то, чтобы почувствовать свое тело, и массаж позволяет вам в комплексе, если вы начинаете работать над своим телом, хотите убрать вес, который вам мешает, на данный момент, массаж очень помогает, у меня, ну, она и есть, вот была знакомая массажистка, она очень востребована, была у пышнотелых красавиц, у нее все худели, после длительного общения, я задаваю такой вопрос, думаю, ну, это уже мы столько лет дружим, не буду называть имя человека, я говорю, слушай, скажи, ну, в чем секрет, вот как ты достигаешь того, что у тебя даже такие вот любители пирожковых, да, просто вот слетает с них это все, и такие фемины становятся, он говорит, у меня, говорит, есть секрет, обычно рекомендуют два часа не есть до массажа, ну, потому что это же не просто рекомендация, это же физиологически обоснованно, когда вы покушали, кровь приливает к вашему желудку, занимается перевариванием пищи, да, потом это кишечник, а нам же надо, чтобы кровь была в мышцах, поэтому, ну, это рекомендация, два часа стараемся не есть, а я, говорит, им говорю, за два часа не ешьте, но за три часа не ешьте ничего жирного или такого вот сладкого, потому что это, ну, поменяет вот баланс, а потом два часа после массажа не рекомендуется принимать пищу, это тоже логично, потому что кровь прилила к вашим мышцам, потом она будет медленно отходить, питательные вещества разносят, восстановительные процессы, а тут желудок, он тоже должен, ну, к нему должна прилить кровь, да, вы просто поедите, но пища не переваривается, и поэтому, говорит, я рекомендую три часа до массажа не ешьте, три часа после массажа, и у нее, вы знаете, вот все худели, потому что совершенно логично, что это шесть часов, она устраивала им пузы, отсутствие пищевого, значит, этого подкрепления, а говорить с особо трудными клиентками, я всегда их назначаю последними, потому что они умеют ложаться спать голодными, понимаете, поэтому здесь действует все, это именно тот способ работы со своим телом, про который я говорила еще в начале, да, комплексно, подходим к ситуации комплексно, есть ситуации, когда мы не можем заниматься активным физическим, ну, вот спортом, да, вот спортом этим, и есть ситуации, когда мы даже не можем себе позволить массаж по каким-то причинам, но вы можете делать самомассаж, вот эти самомассажи, они позволяют вам почувствовать, что вы контролируете ситуацию, а вот уже когда вы немножко расслабились, тогда вы можете со спокойной душой подумать, а как я еще могу повлиять на ситуацию, чтобы достигнуть какой-либо цели, и здесь вы просто наберите вот в гугле самомассаж, да, то есть вы можете ладошки потереть, вы можете себе сделать массаж кистей на ночь, поверьте, это тоже доставляет удовольствие, вы можете сделать себе массаж стоп, вы можете потрогать себя за колени, где наш Владислав, да, вы можете самомассажем помассировать себе мышцы нашей шеи, которые сейчас, когда вы много сидите, да, она очень-очень сильно иногда забивается от того, что мы смотрим очень часто ноутбук или планшет, что вы еще можете сделать как самомассаж, вот эти вот коврики для массажа, да, вы можете размять свои руки и ноги лежа, потрясти ими, да, вот все эти тряски, потрясывания, это тоже массаж, поэтому помните, что возможности ваши безграничны, главное, чтобы у вас было желание пробовать искать что-то новое, и таким образом у вас появляются все эти альтернативы, может кто-то хочет сказать что-то еще про массаж, Ольга уже начала делать самомассаж шеи, вот эти вот которые наши шишечки на самом растут, потом их чаще разминать, скажите, а вот эти приспособления разные для массажа, ну вот массажеры, которые в обычных магазинах продаются, например, колесики с пупырышками, они ведь тоже помогают? Да, 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 но опять же, вот я просто вот помню это время магазина на диване, ну вспомните, да, вы же тоже смотрели в телевизор и видели там это вот, здравствуйте, сегодня я вам буду предлагать что-то там очень ценное, и вот ценность предметов часто определяется тем, как их продают, или как часто ими пользуются, поэтому, если вы спросите своих знакомых, он, ну что, у тебя там где-то массажер завалялся, у большинства людей он уже завалялся, он ждет, чтобы вы спросили о нем, опять же, хотя, хотя вот массажер это, конечно, индивидуальное средство, да, но в основном они делаются такими, чтобы их можно было простерилизовать, элементарно протереть спиртовым раствором или вот эти стерилизаторы для рук, то, что мы используем сейчас, да, вот во времена ковида, поэтому я вам советую коммуницировать с людьми, обсуждать, кому что помогает и использовать, ведь удивительны все вещи от аппликатора Кузнецова, который дает этот прилив крови, кто бы подумал, что мы будем на иголках, значит, лежать, да, до вот этих вот простых пластиковых массажеров, потому что раньше вот такой массажер прозрачный, сделанный из прозрачного пластика, да еще с кремом каким-то, это просто было, вот помните, Элочка-людоедочка, понимаете, я видела людей, которые передавали через поколение этот финский массажер из прозрачного пластика, ну, или там, икеевский, то есть вот, а сейчас этого очень много, переизбыток, и все, что нужно, это приложить руку, некоторые виды вы не можете осуществлять массажи себе, а кому-то, и если у вас есть люди, которые там согласятся быть, значит, ну, я не буду называть это жертвой, все-таки это не жертва, получить удовольствие от массажа, да, экспериментируйте, в основном, ну, что вы массажером, вы не нанесете никаких сложностей, ну, обращайте внимание на родинки, обращайте внимание на состояние кожи, если вы используете дополнительный крем, смотрите там, если он согревающий, чтобы не было каких-то проблем связанных с кожей, да, как она к этому относится, а так, самомассаж, это то, чем люди занимались и занимаются всегда, так или иначе, используйте такую возможность, просто помните, что контроль над ситуацией, над своим телом, можно брать разными способами, и иногда даже массаж лица сделать себе перед зеркалом, да, это вот встряхнуться, мурашки побежали, я вышла красивая, потому что, ну, действительно, бывают разные состояния в жизни, и просто иногда бывает не до этого, да, а тут массаж лица, или массажером вы себе по рукам поводили по плечам, подругу выловили, сказали, ой, там, Наталья, что-то у тебя, шея какая-то забитая, дай-ка я тебе вот этими колесиками повожу, экспериментируйте, для этого не надо ничего, кроме вашего личного желания и участия, мы живем в век гиперпотребления и предложений очень много, ну, и всегда смотрите, это действительно важная для вас вещь, если есть возможность взять, попользоваться и проанализировать, сначала проведите анализ, потом уже покупайте, анализируйте все маркетинговые предложения, потому что многие вещи могут оказаться гораздо дешевле, чем та цена, за которую вам ее предлагают. Так, что тут еще нам предлагают, вот я еще, ну, и массаж, это действительно хороший способ для того, чтобы снять потребность в тактильном удовольствии, потому что иногда люди не могут себе позволить прикасаться к себе так должным образом по каким-то причинам, да, если вы вот тактильный человек, если вам нужны эти мягкости и нежности, позволяйте себе, к массажу я еще добавлю вот этот бассейн, вот эта спа-зона, современные бассейны сейчас, даже вот самые такие простенькие, там, скорее всего, будет водяная пушка, где вы можете заняться, вот видите, я уже вам рассказываю, у меня уже, значит, этот самомассаж, я уже представляю, как бы классно возьму камень, как символ вот этого нашего водяной пушки, да, это струя воды, которая под давлением, и вы всегда можете помассировать спинку себе, да, помассировать ягодицы, потому что ягодицы всегда сложно массировать, это довольно такая большая область, и достучаться сложно, вот у вас вы там стали, попой покрутили, у вас уже массаж, ножку подняли, подставили под струю вот этой воды, да, многие стесняются, там самое главное, это просто покрепче завязать купальник, если вы с водяной пушкой рядом стоите, если купальник хорошо завязан, вот вы массируете, значит, свою голень, да, массируете бедро, плечи, вы все это можете промассировать водяной пушкой, это тоже самомассаж, понимаете, дальше вот этот водопатик, который льется нам на шею, Ольга говорила, что вот там на шее, вот у меня, да, приносите свою шею в бассейн под водяную пушку, водяная пушка сделает вам то, что мог бы сделать массажист, да, но это дополнительное удовольствие, в нашем бассейне нет пушки, ничего страшного, у вас будет возможность поехать в какой-то еще бассейн, вы там опробуете пушку, или кооперируйтесь, ищите небольшие баньки, покупайте массажеры, договаривайтесь, весь очень часто, я вот вам говорила в одном из занятий, что очень важно вдвоем, втроем объединяться, и заниматься здоровым образом жизни, потому что у нас, наше настроение, оно каждый день разное, вы можете устать по каким-то причинам, там, на даче, да, или вам просто взгрустнулось, и когда у вас есть поддерживающий друг или подруга, который вам позволит, и говорит, слушай, ну мы же договаривались, пойдем сегодня погуляем, ну не хочешь много гулять, давай чуть-чуть, и вы друг друга вытягиваете в это вот состояние, когда нагрузка становится постоянной, таким образом возникает такая, знаете, мягкая поддержка, поэтому здесь вот заводите себе спортивных друзей, может быть это не те люди, с которыми вы будете там долгими вечерами там обсуждать рецепты пирогов, но это точно те люди, с которыми вы можете вместе совершать прогулки, обсуждать методики, делать самомассаж и далее, далее по смыслу, благо сейчас есть очень большая возможность общаться виртуально, у меня есть друг, с которым я недавно гуляла по белорусскому парку и показывала ему природу Беларуси, у него была прогулка в Латвии, у меня была прогулка в Беларуси, мы просто гуляли и общались и разговаривали, понимаете, это же фантастика, кто бы мне сказал 20 лет назад, что у меня будут совместные прогулки с человеком там из другой страны и мы будем еще видеть друг друга очно, и я могу еще развернуть экран, показать там какие цветочки появились, да, используйте вот эти все возможности для того, чтобы получать удовольствие от спорта, я, ну ладно, об этом позже, давайте дальше, вот иммуностимуляция, чтобы мы тут во время, иммуностимуляторы растительного происхождения, я не знаю, вы там слышали или нет, вот эхинацея, грибчага, женьшень, гинкобелоба или утракок, вот что-то наверняка вы принимали, да, тоже всегда смотрим, что, потому что это уже иногда может быть фармакология, то количество женьшеня, которое содержится, допустим, в наших профилактических таблетках, да, в аптеках, может очень сильно отличаться от того женьшеня, который вам привезут из Таиланда или Кореи, очень сильно, если у кого-то из вас есть склонность, там, допустим, к гипертонии, да, то вы просто выпьете эту одну таблеточку и можете иметь какие-то сложности с вашим давлением, поэтому помните, что если вы что-то стимулируете, то потом обычно что-то может уйти ниже вашего привычного состояния, стимуляция, это всегда про то, что вы иногда можете стягать лошадь, которая уже сдохла, и жить на стимуляторах невозможно, поэтому если вы используете какие-то эти вещества, уточняйте, какие исследования проводились, это подтверждено как-то, да, или это просто рекламный ход, чай с женьшенем, чай с женьшенем, опять же, будет очень сильно отличаться от того, что вы можете купить в Китае, да, где просто будет написано чай с женьшенем, и там может быть столько возбуждающих вещей, что вы там будете со стеклянными глазами ходить, ну, я просто пробовала разные виды того же женьшеня, я могу сказать, что очень сильно отличается состав, и это все не так безопасно, поэтому обязательно читайте про то, что вы, ну, принимаете, да, и я, вот, ну, как уже как тренер, допустим, иногда люди обращаются, говорят, ну, вот, мне как-то сложно приходить на тренировки, а организм, он сопротивляется, когда физические нагрузки большие, иногда бывают периоды, когда, ну, вот, плато, нет никакого движения, как мне, вот что мне, вот я купил себе витамины, они такие классные, они мне помогают, я смотрю, и говорю, принеси, вот интересно, что это, и когда я смотрю на этикетку, я думаю, так, ну, витамин А, он не стимулирует, ты какой-то подозрительный, просто видно, что человек слишком бодрый, подозрительный, витамин В, потому что, ну, вот за этой бодростью, да, неосознанной, может наступить болезнь, вы можете просто принимать симуляторы, а потом, ну, здоровье, оно конечно, оно ограничено, да, ему надо скорее сберегать, нежели пытаться подхлестнуть лошадь, вот, и я читаю, допустим, или у траков, да, я понимаю, что там есть нечто, что возбуждает, а витамины, это просто ширма, и некорректные продавцы могут продавать, вам под предлогом каких-то витаминов, довольно серьезные препараты, которые могут, ну, быть неполезны для вас, поэтому быть очень внимательны, когда разговор идет про иммуностимуляторы, про женщине, и же с ними, будьте, пожалуйста, внимательны, да, волшебные энергетические коктейли, как пример могу привести, вот, гербалайф пресловутый, да, пили, не пили, не знаю, вообще спортивного питания очень много, это колоссальная индустрия, она связана с тем, что люди хотят заниматься спортом, но не хотят очень часто заниматься приготовлением еды, иногда этого времени не хватает, и они бы хотели покупать готовую спортивную еду, чтобы выпил и побежал дальше, к сожалению, это способ, наверное, больше, ну вот на человеческом сыграть, потому что идеального коктейля, который перекроет все ваши потребности в минералах, углеводах, витаминах и белках, не существует, вам все равно придется разбираться в том, что вы пьете, как вы пьете, и как это отразится на вашем здоровье, поэтому старайтесь сначала изучить, что вам непонятно, лезьте в интернет, ходите в библиотеку, но помните, что коктейля единственного для того, чтобы он вот вообще был от всего, не существует, потому что мы все очень-очень разные, очень разные, да, очень часто волшебные энергетические коктейли, которые спортивные, которые помогают вам держать себя в тонусе, содержат кофеин, талурин, карнитин, это все немножечко костыль, что это значит, вы с этим коктейлем вы даете одни нагрузки, без коктейля другие, к тому же без коктейля, если вы длительно пьете там какие-то редкики, блэккики, ну такие есть названия, попил вкусного коктейля, это сладкая водичка, и пошел там тренироваться, и бегаешь, и просто забываешь, что бежишь, так это весело, а потом вы еще рискуете свалиться вниз, потому что нет этого привычного возбуждения, где его взять, непонятно, поэтому я за то, чтобы душа человеческая совершенствовалась иногда и в страданиях, берите себя за руки, договаривайтесь с друзьями, используйте и стимуляторов, поддержку, любовь, внимание, интерес свой собственный, да, учитесь использовать то, что у вас есть, старайтесь не использовать подстегивающие вещи из дне, потому что они небезопасны, и на них подсаживаешься, я вот как сама опытный пользователь таких веществ говорил, потому что в боевых видах спорта часто используются какие-то пищевые добавки, чтобы длительно быть в тонусе, и всегда есть соблазн, когда, допустим, маленькая доза, там вот эта вот карнитина, кофеина, это одна ситуация, большая, это же я, наверное, больше смогу, в большинстве случаев, есть предел, если это за больше, наступает гораздо меньше. Следующая тема, не знаю, кто-то из вас интересовался или нет, жиры и жиросжигатели, да, волшебный жиросжигатель, покупаешь баночку, пьешь, и жиры страшные уходят, жиры никуда из нашего организма не уходят, это миф, что жиры опасны, жиры бывают очень разные, вот этот страшный холестерин, которым нас пугают, холестерин есть полезный, без холестерина не могут происходить обменные процессы в вашем теле, поэтому относитесь с уважением к вашему телу, если оно начинает потреблять, разбирайтесь, что не так. Большинство витаминов просто, они делятся на группы, в том числе растворимые и нерастворимые, в воде и в жире, так вот, А, Д, Е и витамин К, считается, что они жирорастворимы, это значит, что они там могут собираться, сберегаться, депонироваться, и если вы постоянно заботитесь о том, что какая жирность у ваших продуктов, не разбираясь, какие жиры полезны, какие вредны для человеческого тела, вы можете столкнуться с тем, что ваши системы жизнеобеспечения могут начать просто хуже работать, потому что нет топлива для вашего организма, поэтому опять же повторю, разбирайтесь, я вот избегаю от каких-то точных, давать вам точные формулировки, потому что, если я вам скажу, что рыба однозначно полезна, а мясо однозначно вредно, жирное, да, то бывают разные ситуации, и иногда, допустим, каким-то остейником, которым надо набирать вес, и нужны определенные продукты, да, и показана говядина, может быть, это будет и полезно, поэтому надо в каждом конкретном случае разбираться, то, что чрезмерно жирная еда не полезна, это знаем мы все, но жиры бывают очень разные, и масла, которые содержатся в естественном виде, допустим, в тех же орехах, будут полезны для всех, ну, понятно, что то чрезмерно жирное питание, ну, которым грешит, допустим, вот моя мама, когда она готовит еду, да, это просто пищевые привычки, когда люди жили не очень хорошо, и было мало возможности поесть вкусно и быстро, да, но при этом от этого вы можете избавиться от таких привычек, да, ну, не надо выгонять все жиры из своей жизни, искать только обезжиренные кисломолочные продукты, там, допустим, да, или только обезжиренное мясо, смотрите на свое состояние, анализируйте, взвешивайтесь, потому что только вы можете понимать, что происходит с вашим телом, помните, что вот одной какой-то конкретной таблетки не существует, но вы можете сами для себя создать какие-то шаги и двигаться по пути, который вы себе наметили, поэтому вот эти вещества с функцией жиросжигания, с ними очень осторожно, потому что вы можете вести себя последовательно в определенные виды витаминоза, витамин D это вообще очень важный витамин, понимаете, там эстеопороз не за горами, и так, давайте мы с вами резюмируем, сегодня мы с вами обсудили вот такие, не знаю, может кто-то из вас узнал новое про мифы, может вы потом еще столкнетесь с тем, что я вам говорю, а вы уже будете вооружены, да, тут очень много разговоров про то, что вы обращаете внимание на свое тело, анализируете, что с вами происходит, и помните, что иногда среда, в которой мы живем, она нам предлагает легкие пути, но иногда это не про легкий путь, иногда это просто способ избежать решения вот этого вопроса, а решение на самом деле может доставить вам удовольствие и радость, потому что только заниматься спортом это неправильно, нужно обязательно доставлять себе удовольствие, нужно учиться принимать свое тело, да, потому что оно прекрасно, если представить, что в каждой вашей клетке вообще ее состав, да, и они еще делятся, иногда они все разные, это же так удивительно, представляете, хранителем какого фантастического вообще создания, да, вы являетесь, у вас есть целое тело, и вот оно такое, поэтому интересуйтесь, что происходит, анализируйте, берите на себя ответственности, не бойтесь, и самое главное, изучайте новое и анализируйте, потому что это будет вам всегда приносить пользу, коммуницируйте, может быть, кто-то хочет сказать, что-то вот из личного своего по этой теме, добавить нам в копилочку, Татьяна, Ольга, Я думаю, что бы такого сказать, кстати, мой зять занимается хоккеем, так потно, и вот эти всякие спортивное питание заказывает из Польши, ну и иногда меня подкармливает этим делом, что-нибудь такое для энергии, вот, и недавно я принимала гипотоник, ну, так, чтобы сильно что-то я такое заметила, я, ну, ему хорошо перед тренировкой, а вот не очень, ну, как не очень, ну, эффекта не увидела я. Татьяна, вы теперь просто будете вооружены и будете внимательно читать вот инструкцию, да, и анализировать, что именно вы едите и пьете, и понимать, тем более у вас тип телосложения, насколько я понимаю, он более астеничный, и для вас расширить сосуды, это лишний раз приятно, да, и нравится вам, и все такое, просто обращайте внимание, зятю своему говорите, чтобы читал, потому что, когда едешь на этом коне, оно как бы весело, а по факту здоровье, это, его нельзя купить, или увеличить, да, здоровье, это то, что нам дается, и потом мы бережно несем этот сосуд, и вот главное, это не расплескать, пока он просто несет сосуд, особенно это касается взрослых, людей здоровых, они меньше внимания обращают на себя, ну не все, конечно, но часто, так бывает из того, что я вижу, и не понимают ценности своего тела, поэтому теперь, возможно, вы сможете, зятя, научить чему-то новому, и спросить, а что ты мне даешь, а что это такое, а что вот это такое, что это кофеин, это кому, это ты мне кофеин, вы не думаете, что я совсем уже того, я сразу в гугл, что я принимаю, что я пью, не так просто, это бездумно я беру и принимаю, все-таки да, это мое здоровье, правильно, вот Татьяна использует инструменты, которые у нее есть, в том числе информационные, и это очень правильно, Татьяну можно только похвалить, Татьяна, молодец, Ольга, включите микрофон, сейчас, ну тогда я вторая Ольга, поддержу Ольгу, я согласна абсолютно, вот с каким моментом, что особенно вот теперь, когда, ну я лично нахожусь на пенсии, надо все, что ты делаешь, надо, чтобы в этом было какое-то удовольствие, мы так много бегали, трудились, работали, поднимали детей и так далее, что теперь наступило время, когда можно заняться собой, причем с удовольствием, и здесь я за это двумя руками за, мне кажется, любая диета, любой спорт, если он насильно, ты себя ненавидишь, делаешь, пользы это никогда не принесет, только если это с удовольствием, то тогда это и приносит пользу, поэтому, что я еще хочу сказать, из того, что вы сказали, вот насчет массажа, там бассейна, сейчас может быть, некоторые опасаются в связи с ковидом, я, например, очень люблю менять душевые насадки, когда они теряют свое, и массаж делать душем, его, когда сильно включаешь, вот когда насадка хорошая, устанавливаешь ее на мелкие, вот эти вот стрелочки, боже, какое это удовольствие, причем можно менять температуру воды, можно сделать сначала тепленькую, потом сделать очень горячую, потом тепленькую, а потом холодную, и вот с этим душем, это просто чудо, а его можно принимать столько, сколько хочешь, и утром, и в обед, и вечером, и так далее, и поэтому я вот просто хотела посоветовать, ну, я думаю, что все это знают, но вот это вот прекрасный массаж водой, таким тоненьким душиком. Ольга, спасибо, я вот ваш лайфхак запишу сейчас на бумажке, если будет цикл лекций на тему здоровья, я его обязательно использую, потому что это действительно классная тема, которую я вот тоже использую, но почему-то в голове я ее не назвала, и таких тем у вас очень много может быть, поэтому еще раз напоминаю вам, друзья, делитесь между собой, объединяйтесь, потому что вместе мы можем больше гораздо, и помните, что ваше тело, оно прекрасно. На этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю лекцию, я уже со всеми успела подружиться, столько знаю даже про Ольгу, про Татьяну, что, наверное, буду пересматривать и ждать следующих встреч. Спасибо большое. Да, Марина, вы замечательная, вы несете такой позитив, как-то на душу вы лично мне очень любили, так что я вам желаю всего самого доброго, вам, Владиславу, вашей семье и вам. Спасибо вам большое, женщины, до свидания, и до скорых наших с вами встреч. Да, надеемся еще встретимся. До свидания, хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok